всем привет вы на канале краб-караб коробочка а сегодня я буду отвечать на 21 вопрос эстафету я с удовольствием принимаю от ланочки от канала лана карамель и сейчас я буду отвечать отвечать я буду без какой-либо подготовки так что уж как получится вот немножечко буду конечно подсматривать эти вопросы вот итак поехали сама немножко волнуйся ну давайте начнем так вы любите разговаривать с попутчиками в автобусе или самолете да в принципе да потому что я очень часто езжу в таллинн и вот она пока я плыву на корабле два с половиной часа да я разговариваю с попутчиками тогда и поездка быстрее проходит принципе мне это даже как-то нравится ваш любимый цвет мой любимый цвет это конечно же все оттенки голубого вот как то мне нравится этот цвет третий вопрос в какой сказке вы бы хотели оказаться ну какой сказке ну во первых сейчас зима а я знаю одну очень красивую зимнюю сказку это сказка фроузен холодное сердце про там про сестринскую любовь но то очень к атмосферные красивая зимняя сказка вот наверное бы хотела конечно оказаться часто четвертый вопрос о чем вы думаете перед сном а вы знаете о разном иногда я думаю что же мне снять на канал какой бы интересный ролик мне придумать а иногда думаю просто чтобы мне приготовить покушать завтра на обед моей семье чтобы мне такого сготовить так пятый вопрос как вы подавляете свою злобу моему большому счастью злюсь я не так часто это очень хорошо я не люблю тратить свои нервные клетки и если я очень злюсь зажимала так сильно кулачки считаю до десяти говорю себе что сейчас все пройдет и как-то делаю глубокий выдох и вдох и как-то все проходит так что так чье мнение для вас имеет значение чье мнение ну конечно же мнение моей семьи в особенности моего мужа и еще конечно мнение некоторых моих близких таких друзей вот седьмой вопрос где бы вы хотели сейчас оказаться где бы я хотела конечно я бы сейчас такое холодное время хотела бы оказаться на канарских островах на гран-канаре или тенерифе хотела бы поближе к океану поближе к теплому песочку конечно же вот и на данный момент вот я хочу как-то так где бы вы хотели восьмой вопрос что для вас важнее ум или красота в принципе конечно по жизни важно и ум и красота но если вот пришлось бы выбирать то конечно я бы выбрала бы ум потому что красота это такая штука которая со временем обязательно пройдет а вот ум он останется с нами надолго я бы так сказал подольше чем красота как вы мечтаете встретить свою старость свою старость я конечно же хочу встретить в окружении своих друзей из семьи своих близких ну не мешало можно было бы на берегу океана в большом доме который тоже бы стоял на берегу но это такая вот маленькая мечта какой момент вашей жизни хотели бы вы повторить так какой момент вот я немножко не пойму вопрос какой момент или отрезок вашей жизни но я бы хотела бы повторить как может мне очень нравилось с моей мои школьные годы это был такой длительный период с 1 по 12 класс двенадцать лет школьные годы были самыми веселыми самыми какими-то позитивными было так много друзей различные движения постоянно но было очень весело мне нравилась моя школа я в своей школе проучилась почти всю свою школьную жизнь была в одной и той же школе вот ну да школьная жизнь да может быть я бы хотела повторить конечно какое значение для вас имеют деньги ну деньги на первом месте у меня конечно же семья мои близкие здоровье ну а на каком-то там месте да деньги есть потому что без них никак не прожить на этом свете если ты хочешь жить с комфортом и хорошо хорошо жить пиздесят просто невозможно поэтому какое-то место они конечно имеют но не в первостепенно это точно как вы выглядите по утрам как я выгляжу по утрам ну вот принципе я домохозяйка я нормально высыпаюсь я когда высплюсь я просыпаюсь так что я думаю что неплохо я выгляжу может быть конечно же немножко макияжа все таки бы не помешало но в принципе неплохо я думаю если бы вы были ученым чтобы вы изучали я бы все таки наверное изучала стволовые клетки такая такая интересная тема конечно вот ну для того чтобы немножечко продлить нашу жизнь нашу молодость это вот мне кажется очень такая интересная тема но к сожалению я не ученый и эту тему мне не изучать какая ваша последняя серьезная покупка ну наверное машина так если бы вы были невидимкой чтобы вы сделали что бы я сделала так ну на то просто на немножко подумать немножко я нужно мне время чтобы сделать к один раз же наверное дает скушан так ну наверное конечно я бы поехала в англию и вот эта шапка-невидимка проникла бы я наверное в замок королевы английской и посмотрела бы как живется их прекрасной семье вот наверное так так шестнадцатый вопрос каким образом вы доказываете свою правоту доказывать правоту я считаю что если я уверена что я права я ее доказывать никак не буду и не собираюсь если я знаю что я права значит я права и доказывать никому ничего не буду так семнадцатый вопрос чтобы вы загадали если бы у вас было три желания три желания маловато конечно ну ладно три желания первое конечно же здоровье долголетия моим близким моим семье моей семье замечательной третье желание все-таки бы наверное встретить старость на берегу океана в большом доме в окружении своей семьи уехать все-таки на старости лет в теплую страну и третье желание третье желание чтобы как это не банально бы звучало чтобы не было войны это очень такое желание банально но она действительно очень важная я думаю так так три желания я сказала как вы относитесь к религии хорошо я отношусь к религии и считаю что каждую религию нужно уважать и ценить даже в какой-то мере так как я живу в финляндии у нас здесь конечно много разных религий намешано я считаю что каждая религия ее нужно обязательно уважать но как бы такой вот совсем уж набожное религиозная я себя конечно же не считаю чем вы занимаетесь долгими зимними вечерами вечера к сожалению сейчас такие да они вроде бы и долги на самом деле они очень быстро проходят так как днем я ну я дома а вечером приходит муж с работы моя доченька со школой как-то у нас так быстро время идет мы едем куда-нибудь едем в бассейн или едем куда-нибудь в кафе ну как-то у нас очень быстро время идет а тем более семьей это просто пролетает время вот но вообще вечерами если мы никуда не едем в какой-то вечер то я стараюсь заняться ютубом так 20 вопрос на что потратите свой первый миллион первый миллион какую-то часть денег я бы хотела конечно пожертвовать деткам деткам из эстонии в детские дома деткам сироткам что финляндия так думаю что здесь государство не хорошо заботится а вот в эстонии я бы конечно какую-то часть денег я бы пожертвовала детям и на остальные деньги купила бы для своей семьи большой большой дом на берегу океана где-нибудь в теплой стране это точно и последний вопрос 25 первый вопрос вы когда-нибудь хотели начать жить заново вот как ни странно бы не звучало не хотела бы я жить начать жить заново потому что меня устраивает вся моя жизнь как она шла что я успела и отучиться и выйти замуж ребенок и семья я бы не меняла бы свою жизнь ничего потому что меня все устраивает вот как-то тогда а я передаю эстафету нашим друзьям и прекрасным каналом это лиса на урал очка каналу удачные подарки замечательный канал о подарочках и каналу слава лера это замечательный детский и задорный канал всем удачи друзья всем пока и хороших выходных